Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. И сегодня мы будем читать 80-й Псалом, в котором 17 стихов. В православной толковой Библии говорится, что Псалом написан, вероятно, во времена Давида, его современником, пророком Асафовым, и представляет пасхальную песнь. На последнюю указывает напоминание автора о выходе из Египта, по поводу чего и была установлена Пасха, это 6 стих, а также указание на пшеницу, 17 стих, что напоминает то постановление закона Моисеева, по которому на Пасху нужно было приносить Богу начатки плодов земных. Действительно, этот Псалом об исходе из Египта, но считается, что это Псалом новолетия. Так он воспринимался в еврейском народе, и это был праздник Рожга-Шанан, Новый год, и на новолетие в священном доме трубили в шафар. Эти две темы перекликаются. Освобождение — это и есть возможность начать жизнь заново. Как если человек крестится в Церкви Христовой, он получает возможность жизнь прожить как бы с чистого листа, как бы наступает его новолетие. Надписание Псалма по Цептуагинте в конец оточилах Псалом Асафа. Также по-славянски «В конец оточилях Псалом Асафу». И мы читаем со второго стиха и ниже «Радостно пойте Богу, помощнику нашему, восклицайте Богу Якова». И давайте посмотрим, как это будет с еврейского. «Возлекуйте Богу, могущество нашего, воскликните Богу Якова». Действительно, мы должны петь Богу радостно, потому что источник радости — самовозможность прославлять Бога. И ниже, с третьего стиха, возьмите Псалом. Имеется в виду, возьмите священный гимн для воспевания, то есть специально приготовленный для этого дня. И дайте тимпан, дайте тимпан, то есть удар тимпаном, как звучание камертона, чтобы все знали, в какой тональности петь. «Сладкозвучную Псалтырь с гуслями», а потом вступает весь орхестр, «Вострубите в новомесяче трубою», как раз Рожгасанан, Новый год, «в торжественный день праздника вашего, ибо таково повеление Израилю и определение у Бога Якова». Он установил это в закон, действительно, Бог установил определенные праздники, Иосифу, когда он выходил из земли египетской, где он слышал язык, которого не знал. Но тут проблема, Иосиф не выходил из земли египетской, его выносили из земли египетской, потому что он умер задолго до исхода евреев из Египта, и его тело набальзамировали, и он лежал в саркофаге, но он заповедовал евреям, когда они будут совершать исход, что они вынесут его останки. Таким образом, здесь говорится о том, что Иосиф установил закон, он установил это в закон еще когда он жил на земле, а когда он выходил из земли египетской, это его потомки выходили из земли египетской, а он жил действительно в земле египетской, где он слышал язык, которого не знал, потому что он попал туда 17-летним юношей, и только со временем он выучил их язык. Освободил он, то есть Господь, от тяжести хребет его, руки его тогда работали корзиною, имеется в виду, что какое-то время Иосиф был рабом, но Иосиф — это и его потомки, которые использовались для построения египетских крепостей. Исход 1.14, 5.7.12, рассказывается, как они трудились. «В скорби ты призвал меня» Здесь как бы молитва Иосифа или его потомков доносится до нас. «В скорби ты призвал меня, я избавил тебя и услышал тебя в сокровенном бурном месте. И испытал тебя при воде пререкания». Здесь точно говорится об исходе из Египта. Бурное место — это Синай, гора вся сотрясалась. А вода пререкания — это вода меривая. Здесь произошло пререкание Моисея с Богом. «Слушай, народ мой». Господь обращается на это восклицание молитвенное. «И я засвидетельствую тебе, Израиль, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя нового Бога, и да не поклонишься Богу чужому». Что интересно, Бог и само Священное Писание иногда говорит о евреях во множественном числе. Там «они», там «пришли» и так далее. И вот здесь какое-то Божие неудовольствие. А когда Писание и Господь говорит о верующих «в единственном числе пришел Он», то есть народ. Это одобрение Божие. Значит, когда говорится о множественном числе, это они разобщены, а когда говорится о единственном числе, они единодушны. И здесь мы тоже видим такую игру между единственным и множественным числом. «Да не будет у тебя нового Бога, и да не поклонишься Богу чужому, ибо я, Господь Бог твой, изведший тебя», то есть как одного человека, не сказано «изведший вас». Потому что если бы они были разобщены, они не смогли пережить исход. Как мы хотим пережить возрождение России, каждый из нас сам по себе. Только если мы будем единым, цельным народом, как один человек, тогда возрождение может произойти. «Ибо я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их». То есть человек иногда боится говорить о чем-либо, но если он это делает с молитвой, упованием на Бога, то Господь наполнит уста теми необходимыми словами. Феодорит Кирский пишет «Окажи внимание и покорность моим словам, и я возвещу свои повеления». То есть честь тебя. «Но не послушал народ мой голоса моего, и Израиль не внял мне». То есть здесь, скорее всего, у них единодушие было в упрямстве. «И предоставил я их замыслам сердца их». То есть не его, а их. «Пусть пойдут по замыслам своим, если бы народ мой послушал меня, если бы Израиль по путям моим ходил, то я смирил бы врагов его легко, и на притеснители его наложил бы руку мою». Вот почему Господь не смиряет наших врагов и не делает это с легкостью, потому что мы не слушаемся Бога. И Господь ждет, когда мы возопием, как единый народ, в своем стремлении пережить Божью помощь. И два последних стиха этого псалма. «Враги Господни солгали бы ему, а их время было бы вовеки». Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. «Ненавистники Господа отрекаться бы стали пред Ним, и была бы пора их вовеки». То есть они бы вошли в спор с народом Божьим, а через народ Божий с самим Господом. И вовеки, то есть не изменяя своей тональности агрессивной, продолжали бы себя так вести. И последний стих. «И питал бы их тучно пшеницей и насыщал их медом из камня». Медом. Из камня здесь имеется в виду, что Господь, если ему доверились бы его люди, он бы смог помочь им даже среди каменистой земли. А каменистая земля — это жить в окружении врагов. Это те, о которых сказано в 16 стихе. «Враги Господни солгали бы ему, то есть народ Божий, а их время было бы как век, то есть казалось бы, не от конца этой оккупации. Но Бог силен нам помочь среди этих враждебных камней, людей жестоковыдных, сердца которых как камень». Готово. «Играет Sabbath» все это упражнения. Продолжение следует...